Всем привет, друзья! С вами я, Денис Каслана. И сегодня бы я хотел поведать вам, откуда Мона достаёт кошелёк и почему у Женьхе нет трусов. Так что присаживайтесь поудобнее и готовьтесь к мастурбации. Мы начнём, пожалуй, с Моны. Откуда всё же она достаёт кошелёк? Ну, ответ я... На этот ответ я сейчас вам поясню и легко отвечу. Мир Геншина и Ханкая параллельны друг другу. То есть Геншин является параллельной вселенной в мире Ханкая. Получается, что все законы, которые работают внутри Ханкая, могут работать и внутри Геншина. А получается, что раз работают законы, значит трусы внутри Геншина и Ханкая являются четырёхмерными. А следовательно, почему мы не видим трусы у Женьхе? Потому что они четырёхмерные, а мы всего лишь трёхмерные. Поэтому мы не можем воспринимать её трусы, потому что эти трусы выше нас по мерности. И мы их просто не можем видеть, потому что они видят нас как выдумку. Поэтому Мона достаёт свой кошелёк из четырёхмерных трусов, а мы видим, как будто она достаёт из какого-то его измерения. А у Женьхе просто трусы есть, но на самом деле мы их просто не видим, потому что они четырёхмерные. Поэтому он так. И это работает совершенно со всеми персонажами Геншина и Ханкая. Геншина и Ханкая. Если вы увидели, что у персонажа не достаёт что-то трусов, то просто задайте. Они четырёхмерные и вы не можете их воспринимать. Редактор субтитров А.Сёмкин.